Каким образом можно использовать сервис Кахут в учебной работе? Давайте-ка рассмотрим несколько различных случаев. Ну, во-первых, что такое Кахут? Кахут – это веб-платформа, которая позволяет создавать викторины для того, чтобы провести обучение в игровой форме. Подходит он для использования как в начальной школе, так и в основной, и в гимназии, и в университете. И я его использую в работе с коллегами на своих курсах. Почему стоит использовать такой инструмент в учебной работе? Сразу же скажу, что аналогов подобных инструментов сейчас появляется все больше и больше. Возможно, вы слышали о таких инструментах, как Квизис, Пликерс, Квизалайз и Тривенти. Это все инструменты, которые имеют схожий функционал, но у них есть отличия, которые позволяют их использовать в разных учебных ситуациях и с разной учебной целью. Но что их объединяет, так это то, что когда мы их используем в учебной работе, у нас есть возможность увидеть каждого ученика в нашем классе, узнать мнение каждого студента вашей аудитории, опросить каждого участника вашего курса или тренинга. Это невероятно удобно, потому что если мы возьмем, например, начальную школу, и там, когда учитель проводит фронтальный вопрос, активность там все-таки достаточно высокая. И, наверное, в начальной школе учитель даже сталкивается с тем, что отвечающих намного больше, чем он успевает опросить во время, на уроке. В основной школе это количество уже снижается. В гимназии ты уже не знаешь вообще, как их расшевелить. Ну а в университете, вы сами понимаете, хорошо, если несколько студентов отзовутся на твой вопрос. Так вот, Кахут – это тот инструмент, который позволяет услышать, увидеть и узнать мнение каждого ученика. Поэтому я его всегда рекомендую использовать своим коллегам. И рекомендую, конечно же, вам. Исходя из технических возможностей этого веб-сервиса, у вас есть возможность создать либо викторину, в которой есть четыре варианта ответа, один из них правильный, либо вы создаете анкету, цель которой – собрать данные, там нету правильного и неправильного варианта ответа, либо вы создаете дискуссию, он отличается тем, что у вас есть возможность добавить только один вопрос и предложить четыре варианта ответа только для дискуссии. Вы можете, например, поставить какую-то картинку или видео, ваша аудитория смотрит видео, а затем выбирает какой-то вариант ответа. Исходя из этого, можно завязать дискуссию или развивать ее далее. И четвертая возможность, которая появилась относительно недавно в Кахуд, называется она на английском языке Jumble, это возможность создать вопросы, для которых требуется расставить ответы в правильном порядке. Например, правильно выстроить события определенные, которые происходили, или последовательность чисел установить и так далее. Такие вот четыре возможности, которые уже вам предлагает Тирис Кахуд. Исходя из этих возможностей, давайте-ка рассмотрим, как мы можем использовать Кахуд в учебной работе. Во-первых, Кахуд можно использовать как инструмент формирующего оценивания, как инструмент, посредством которого вы получаете обратную связь, и ваши студенты, ваши учащиеся получают эту обратную связь, и посредством которой вы можете скорректировать их знания или их понимание той или иной темы. Вы можете обеспечить им должную поддержку, если вы видите, какие у них слабые или проблемные места имеются. Например, Юрий Курвиц рассказывал мне, как во время лекции иногда бывает, он прям в середине процесса дает своим студентам паузу в 5-7 минут для того, чтобы для них создать вот прямо сейчас тест Кахуд. Потому что он понимает, что тема оказывается для них сложной, что вопросов они начинают задавать уже меньше, в глазах их он видит уже какое-то непонимание, они уже теряются, тогда он дает им немножечко возможности отдохнуть, размяться, а за это время он составляет для них какой-то простой Кахуд. И когда студенты начинают отвечать на вопросы этого теста, например, Юрий добавляет туда 5 вопросов, не больше, он сразу же видит. И, впрочем, как они так же, они тут же сами видят, какой вопрос для них или какой небольшой момент остается для них непонятен. Причем Юрий говорит, иногда стоит такой хохот в аудитории, потому что, ну, они сами понимают абсурдность ситуации. Вроде бы только что об этом говорили, и вроде бы только что казалось, что это все понятно, и вот, пожалуйста, один вопрос, и уже на него не так-то оказывается легко ответить. И тогда Юрий возвращается снова к этому моменту, возвращается к каким-то своим материалам, тогда студенты уже начинают задавать больше направляющих вопросов, на которые Юрий уже какие-то предоставляет, предоставляет им ответы. Или другой пример. Или другой пример. Также приведу пример именно Юрий. Юрий, он такой достаточно яркий, как посредством кахута можно, знаете, выровнять, выровнять понимание студентов той или иной темы. Он один раз создал кахут, в котором было, по-моему, 8 или 9 вопросов. Точнее, нет, да, 8 или 9 вопросов, скажем так. Но вопрос был один, один и тот же. Менялась только картинка, менялся только график за этим вопросом. И когда они отвечали на первый вопрос, то ошибок было достаточно много. Тогда Юрий брал свой маркер, шел к доске, показывал и объяснял, почему так получается, почему так или иначе, и почему они сделали такие ошибки. Далее второй вопрос, третий, четвертый. И когда они доходят до последнего, ошибок уже нет ни у кого. Вот посредством кахута можно проводить такую коррекцию знаний. Сразу же хочу здесь сделать маленькую поправочку относительно проверки пониманием кахута. Всегда есть риск, что кто-то нажмет, ну, совершенно случайным образом, и даже может угадать правильный ответ, и даже может угадать несколько раз правильный ответ. Поэтому мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что если у нас все студенты или все ученики даже отвечают, например, правильно, это не означает, что действительно каждый из них понимает правильно, потому что кто-то действительно, может быть, нажал случайно и попал, и попал. Поэтому это не единственный способ для того, чтобы установить понимание ваших учеников. Кахута – это просто один из инструментов, но после этого должны следовать, безусловно, обязательно какие-то другие работы, которые продемонстрируют уже понимание данного материала учеников. Далее, посредством кахута можно провести игру. Игру, которую можно организовать на классном вечере, на классном часу. Может быть, это последний день четверти, или, наоборот, первый день четверти, или это родительское собрание, но вы посредством кахута организовываете какую-то игровую деятельность. Следующая возможность – это создание учащимися собственного теста. Не обязательно все викторины создает только учитель. Сами ученики могут создать свой собственный кахут-тест, который вы впоследствии можете использовать в учебной работе. И это, кстати, прекрасное доказательство понимания той темы, которую вы изучили. Следующий вариант – это проведение интерактивной лекции или интерактивного урока. Что это такое? Объясняю. Опять-таки, эту идею мне подкинул Юрий, потому что он во время своей лекции иногда так делает. Дело в том, что тест кахут не обязательно проводить строго, например, в начале урока, в середине урока или в конце урока. Кахут можно растянуть полностью на весь урок. Составить столько вопросов, из которых можно было бы выстроить такую интерактивную учебную деятельность. Юрий рассказывал, как у него некоторые викторины растягиваются минут на 50. То есть это даже больше половины лекции студент отвечает на вопросы. Почему так происходит? Это не означает, что все это время они отвечают только на тест. Нет, завязывается дискуссия. Задается учебный вопрос, студенты отвечают на этот вопрос, а затем Юрий предоставляет обратную связь, исходя из той статистики, которую он увидел на экране. Он предоставляет обратную связь, он что-то, может быть, еще раз им объясняет. Или студенты теперь, в свою очередь, начинают задавать больше вопросов, когда они видят, что для них стало, собственно, непонятным. Вот таким образом можно провести и выступление на конференции. Когда вы задаете вопрос аудитории, аудитория отвечает, и вы затем, исходя из этой статистики, вы комментируете, вы объясняете правильность какого-то варианта ответа или неправильность. А может быть, там отсутствуют правильные и неправильные варианты ответа. Но таким образом, вот эта вот такая интерактивная связь между вами и аудиторией все время поддерживается посредством этого кахута. Далее, следующий вариант. Следующий вариант, вы можете провести его как опрос, как анкетирование, как сбор каких-то данных. Например, это хорошо подойдет, если вопрос носит рефлексивный характер. Когда учащиеся, допустим, должны оценить свою деятельность, оценить свое эмоциональное состояние или учебное задержание. В этом случае вы проводите кахут именно таким образом. Для сбора информации, для сбора данных. Следующий вариант, как инструмент для дискуссии. Как инструмент для дискуссии. Когда вы, например, демонстрируете какое-то видео или показываете фотографию, или предварительно представили какую-то, может быть, проблемную тему, или, например, ваши ученики прочитали что-то, и теперь это нужно обсудить. Для дискуссии вы предлагаете какие-то четыре, либо варианта ответа, либо четыре направления, либо четыре какие-то глобальные темы. Но вот опять-таки, исходя из того, как они думают, что они сами предполагают, уже исходя из этого, устраивается дальнейшая какая-то дискуссия. Следующий вариант, как инструмент итогового оценивания тоже можно использовать Кахут, но, как правило, я все время рекомендую и добавляю не использовать Кахут для того, чтобы выставлять отметки. Для этого подойдут какие-то другие инструменты, например, та же самая Google Forma. Если уж очень нужно провести оценивание, составить тест, то лучше уж Google Forma, чем Кахут. Кахут пусть все-таки остается тем инструментом, который обеспечивает поддержку, который интересно играть, назовем это так, который нравится как учителям, так и ученикам. Так, и последний вариант для развлечения. Кахут можно использовать для развлечения. И я сейчас даже не рассматриваю учебную работу. Возьмите этот инструмент, составьте какой-то интересный тест, придумайте забавные вопросы и поиграйте со своей семьей. Организуйте семейный ужин, позовите друзей или, может быть, у вас день рождения и проиграйте с вашими гостями, с друзьями, с родственниками. Это тест Кахут. Поверьте, они будут в восторге. Вот привожу пример совсем недавний, вот на той неделе или даже две недели назад, по-моему, своей хорошей знакомой, которая когда-то была моим преподавателем в Таллиннском университете, а сейчас она, моя коллега. Я рассказывала про этот инструмент Кахут и показывала, как создаются тесты, как накидываются варианты вопросов. Затем она пошла домой. И так как у нее намечалось в ближайшие дни дни рождения, она составила тест о самой себе, чтобы проверить, насколько хорошо приглашенные гости и родственники ее знают. И вот она этот тест провела дома со своими гостями, чем удивила абсолютно всех и порадовала безумно, и вернулась, и потом мне рассказала, что это было невероятно интересно и захватывающе. Так, и от себя добавлю, что также мы каждое какое-то семейное мероприятие или торжество стараемся всегда сопровождать с тестом Кахут. Поверьте, это очень весело. Но все зависит, безусловно, от тех вопросов, которые в этом тесте создаются. И я рассказала о нескольких способах использования сервиса Кахут в учебной работе. В комментариях к этому видео вы можете писать, как вы используете в учебной работе. И если это видео было для вас полезным и оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк, делитесь им с вашими коллегами. А с вами была Марина Курвиц, и я, как всегда, жду вас на своих онлайн-курсах. Пока!